Подготовка ко дню города на улицах курорта идет, несмотря на погоду. Озеленители начинают менять коллекцию летних цветов на осенне-зимний ассортимент в преддверии 21 ноября. Новые букеты на клумбах радовать глаз будут вплоть до весны. Будет высажено очень много луковичных, интересные сорта и высокие, низкие, пеновидные, бахромчатые. Например, Миранда, Акрополь, Банья Лука, Мисс Медведева, Антарктика. Очень интересные тюльпаны, имеющие разную форму бокала. Я думаю, жители и гости города будут довольны. День города у нас 21 ноября, значит, к этому времени все работы по высадке осенне-зимнего ассортимента цветов будут закончены. В целом же, судя по запланированным мероприятиям, в этом году празднование дня города будет особенно масштабным. Поздравлять Сочи будут 111 раз. Народные гуляния продлятся 4 дня во всех микрорайонах курорта. Уверен я и в том, что много делается, и подготовка будет большая, и много будет интересно. Вот хотел бы я, чтобы, я хотел бы узнать, да и жители наши, наверное, хотят узнать, что же будет в праздновании дня города. Начнем мы праздновать официально с форума гостеприимства «Амфитрион» в Зимнем театре, где соберем всю городскую общественность и еще раз будем говорить о нашей карте, о гостеприимстве. В сам праздник, Анатолий Николаевич, 21-го, мы будем проводить уже по традиции парад казачьих войск, мы будем проводить праздничную литургию, поскольку это день святого Михаила Архангела, покровителя небесного нашего города. Мы хотим, чтобы праздник был в каждом дворе, на каждой улице, и он должен быть такой народный, и, конечно, с подарками. А подарки – это вот о чем мы говорим сегодня, да, что это прежде всего парки, скверы, которые новые должны появиться в городе, арт-объекты. 21-го ноября мы устанавливаем большую композиционную структуру «Люди и дождь», «Человек дождя». Это будет очень красивая светомузыкальная композиция, фонтан, напротив, прямо нашей поликлиники номер один, на набережной реки Сочи. И это будет первый наш подарок городу. Свои подарки городу готовят и сами горожане в виде благоустроенных дворов. Энтузиасты, в свою очередь, получат подарки от руководства Сочи за инициативность и креатив. Мы говорим еще о том, что надо подвести итоги конкурса на лучший дом, на лучший квартал, именно неформально, чтобы действительно, реально люди, те, которые заслужили, были награждены медалями, кубками. Обязательно, Анатолий Николаевич, это мероприятие у нас запланировано 23 ноября. Мы делаем совершенно в новом формате. Это у нас будет осенний бал, подведение итогов. И мы даже предполагаем, что все наши номинанты выйдут в смокингах и вечерних платьях. Все наши лучшие, да, лучшие тосы и так далее. Вот такой формат у нас в этом году будет торжественного подведения мероприятий городского конкурса. По старой доброй традиции в честь Дня города пройдет и фестиваль Эд на Сочи. На этот раз национальные диаспоры города подготовят выставки в районных музеях с элементами быта и культуры. Не обойдется и без народного творчества и, разумеется, национальной кухни. Огромный подарок городу в виде концерта готовят и юные сочинцы.